Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи, недельный обзор рынка FIBA Group. И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Роман Шевченко. Роман, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Рад приветствовать всех слушателей и зрителей. Сегодня мы поговорим с вами достаточно коротко о тех событиях, которые будут на этой неделе. О самых важных событиях сразу скажу. Их будет достаточно мало, но рассчитывать, как мы смотрим по некоторым последним неделям, на то, что будет достаточно спокойно на рынке, наверное, все-таки не следует. Движения будут, скорее всего, будут движения активные. И начнем с сегодняшнего дня. Сегодняшний день полностью пустой в плане макроэкономической статистики. То есть статистики важной, которая может хоть как-то повлиять на рынок, сегодня не будет. Но сегодня выступит президент ЕЦБ Марио Драги с отчетами, с двумя отчетами по монетарной политике. Поэтому нужно следить за ними в 17.00 и в 19.00 по московскому времени. Рассчитывать на то, что какие-то там сверхъестественные движения будут по евро, конечно же, наверное, не стоит. Но и исключать такого сценария я бы все-таки не стал. Так как, в принципе, и первое, и второе выступление подразумевают вопросы, поэтому движения все-таки могут быть. Если что-то будет очень интересное заявлено, к примеру того, что опять-таки какие-то осторожности со стороны ЕЦБ, со стороны Марио Драги, конечно, евро может оказаться под давлением, но реакция рынка может быть как сегодня, так и с открытием европейской сессии во вторник. Почему? Потому что 17.00 это уже Европа закрыта, в принципе, 19.00 тем более Европа закрыта. Поэтому реакция по евро может растянуться частично сегодня в момент комментариев и частично уже завтра с открытием Европы. Поэтому за этим следим. 21.30 заместитель главы Банка Англии выступит. Также, в принципе, я не рассчитываю на какие-то там серьезные реакции на эти комментарии. И уже более таким интересным для трейдеров станет вторник. Ну, наверное, даже очень интересным, особенно кто торгует австралийский доллар. Я в последнее время его все реже и реже торгую. Почему-то у меня с ним не очень ладится. Ну, вернемся к новостям. Во вторник в 3.30 по московскому времени протокол совещания Резервного банка Австралии имеет высокую степень важности. Нужно следить, нужно понимать, какая ситуация, в принципе, в Центральном банке Австралии. Это очень-очень важно. Всегда следить, потому что часто эти протоколы сопровождаются очень активной реакцией рынка. Во время европейской сессии в 12 часов, в 12.05, если я не ошибаюсь, глава банка Австралии выступит встречу. Но степень важности этих комментариев будет не очень высокая. Почему? Потому что, в принципе, формат встречи это за ужином, он произнесет определенную речь. Ну, сами прекрасно понимаете, за ужинами сверхважные заявления, как правило, не делаются. Ну, в принципе, исключить появление какой-то такой непонятной информации, которая может повлиять на рынки, может быть. Поэтому, кто австралийца торгует, кто все-таки присматривается к фундаментальному анализу, самое важное, кто в нем разбирается, следите. Я еще раз скажу, австралийца пока что не торгую, поэтому эта часть новостей для меня не сверхинтересная. И, как бы, очень глубоко я в ней пока что не разбирался. Кому нужна будет помощь, обращайтесь, можем разобрать более детально именно этот вопрос. Что будет важно? Что для меня важно? Потому что фунт стерлингом я, скорее всего, буду завтра торговать. Уже сегодня присматриваюсь. Пока что очень хороших сигналов, к сожалению, нет, но будем смотреть завтра. У нас парламентские слушания по вопросу инфляции. Это очень важно. Все прекрасно знают, что рынок труда в Британии, в принципе, уже на хорошем уровне. То есть, безработица очень низкая. Соответственно, изменение каких-то там прогнозов по инфляции в сторону улучшений является очень сильным сигналом на покупку стерлинга. Почему? Потому что в таком случае повышается вероятность поднятия, ну, как минимум, может и не поднятия процентной ставки, но смещение векторов внимания на Банк Англии, на ужесточение монетарной политики. Поэтому следим за этими слушаниями. И вполне возможно, если будет какой-то там оптимизм, а он, скорее всего, будет, фунт может краткосрочно укрепляться. Неожиданный негатив, понятное дело, активная распродажа фунта по всем, в паре со всеми основными валютами. Переходя на среду, сразу обращу внимание на раннее утро или на ночное время, даже еще, да, по московскому времени, это 2 часа ночи, председатель Совета Федрезерва, ну, в общем, Джанет Йеллон выступает. На ее комментарии, понятное дело, нужно уделять внимание. Я в этот момент буду достаточно спокойно спать, но это нужно четко понимать, что в 2 часа ночи, с вторника на среду, будет выступать Джанет Йеллон. Соответственно, что это нам говорит? Лучше всего не держать открытые позиции в долларах. Неважно, евро-доллар, фунт-доллар, любой другой валютой доллар, лучше не держать открытые позиции, потому что движение может быть достаточно сильным. Я не исключаю, что это просто-напросто рынок пропустит, там движение в 20-30 пунктов появится, плюс-минус, да, на ранних азиатских торгах. Но лучше все-таки этому моменту уделить внимание. Во время европейской сессии в среду важных событий не будет, поэтому сразу перехожу на американскую сессию, и у нас здесь, ну, знаем все прекрасно, что количество первичных обращений с опросовами по безработице публикуется обычно в четверг. На этой неделе у нас этот отчет будет опубликован в среду, поэтому следим за ним и количество, точнее, объем заказов на товары долгосрочного пользования. Увеличение этого показателя, конечно, является сильным сигналом на покупку для доллара. В принципе, сейчас по доллару очень непонятно, очень такая, если мы посмотрим на индекс доллара США, не получается все-таки пробить отметку в 94.00 и пойти дальше вверх, что, ну, все-таки наталкивает на мысль, что могут начаться краткосрочные распродажи, обвал, прошу прощения, в область, где-то 92.5-92.9 по индексу доллара США. Соответственно, это порядка еще там процента движения вниз у доллара есть. Это будет просто идеальный сценарий, объясню почему. Потому что все, в принципе, в декабре ожидают поднятия процентной ставки Федрезервом, что является сильным положительным сигналом для доллара. И если доллар к этому моменту съедет немножко вниз, будет очень хорошая цена для его покупки и, в принципе, очень, с моей точки зрения, классный сценарий для покупок в более среднесрочном, долгосрочном периоде. Конечно же, публикация минуток или протоколов Федрезерва – это у нас конец американской торговой сессии в среду. Думаю, много распыляться по данному вопросу нет смысла. Все голосующие члены по минуте выступят, скажут свою точку зрения. И, как правило, рынки хоть в последнее время и более-менее сдержанно реагируют на эти протоколы, но лучше за ними следить. Потому что движения, по крайней мере, движения могут быть даже те, кто торгует технический анализ. Четверг. У нас день благодарения. Все прекрасно знают, что Штаты у нас отдыхают как таковые. Но Европа хорошо отчитается по уровню деловой активности. У нас, начиная от сферы услуг, производственного сектора, ну и, понятно, композитный индекс. Обращаю внимание, это предварительная оценка. Если это предварительная оценка, значит, важность этого показателя высокая. Почему? Потому что почему-то, ну, я слышу от некоторых людей, общаясь с достаточно большим количеством начинающих трейдеров, и они говорят, так это же предварительная оценка, она не важна, а вот уже окончательно будет важна. Нет, в данном случае как раз наоборот. Предварительная имеет высокое значение для рынка, окончательная только если будут пересмотрены предварительные. Как правило, эти показатели, ну, не очень часто пересматриваются, поэтому смотрим на предварительные показатели. Хорошие показатели – сигнал на покупку для евро. В принципе, думаю, понятно. Британия отчитается по ВВП в четверг, и сразу перейдем на пятницу. У нас, ну, также очень-очень слабенький новостной фонд. В пятницу Германия отчитается по настроениям в деловой среде. В общем, пакет данных от института IFIO. Значимы, конечно, значимы. Дальнейшее улучшение, там эти показатели и так очень-очень высоко уже забрались. Дальнейший рост – это хороший сигнал для укрепления евро. Неожиданно плохие данные, ну, я думаю, это понятно. Слабые данные, плохо для евро. Говорить о том, что однозначно выходят хорошие данные, продаем, ой, покупаем евро, и плохие данные, продаем евро, ни в коем случае. Только с использованием технического анализа. Если у нас по технике сигнал на продажу, фундамент подтверждает, продаем. Если разноплановые сигналы, лучше все-таки не входить в рынок и подождать, посмотреть. Ну и все, да. У нас также деловая активность по штатам выйдет в пятницу. То, ну, рынки достаточно так вяленько реагируют на эту статистику. Неделя, казалось бы, не очень насыщена на новости, но я все-таки не исключаю появление хороших движений. Потому что по многим инструментам мы видим, рынок уже очень сильно сжался, и жду я эту следующую неделю каких-то очень мощных, очень хороших движений по евро и по фунту, и по многим инструментам. Там доллар и иена очень сильно зажалось, поэтому выстрелы будут уже очень-очень скоро. На этом у меня, друзья, все. Если есть вопросы, конечно, задавайте. С радостью их обсудим. Хорошо. Спасибо, Роман. Ваше ожидание этой недели в целом глобально активнее, чем прошлая неделя, неактивнее? Я, честно скажу, я ожидаю на появление очень мощных движений. Очень прям мощных. Будут ли они на это или на следующее, я, ну, понятно, знать не могу. Я жду, вот-вот уже должны появиться очень сильные движения по доллару в одну или в другую сторону. Ну, хотелось бы на север, конечно, это было бы, наверное, психологически проще торговать, все-таки покупать доллар. Но, еще раз, я не исключаю хороший обвал доллара. Если мы скажем по индексу, вот, нижняя граница это 92.55, верхняя 92.90. Вот в эту область, то есть, от текущих значений, еще практически процент индекс доллара США может улететь вниз. Сейчас индекс зажат в боковике, в очень хорошем боковике, если мы посмотрим 4 часа или дневку. Вот выход с этого боковика является достаточно, ну, может произойти на сильном движении. У меня вот такие вот ожидания. А в каком направлении, будем смотреть. Ясненько. Понял вас. Спасибо большое, Роман, за ваш обзор ответа на вопросы. Вам хорошей недели впереди. Спасибо, и вам всем удачи, друзья. Спасибо. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...